О причинах роста ДТП в Казахстане поговорим с официальным представителем комитета административной полиции. С нами на связи Актоте Буранова, Актоте Сермаханна. Доброе утро. Слышите нас? Доброе утро. Доброе утро. И давайте начнем с такого вопроса. Какие основные причины все-таки ДТП в Казахстане по данным за последние годы? Это нетрезвое состояние, это состояние дорог. Что вообще происходит в первую очередь? В первую очередь это элементарное несоблюдение правил дорожного движения. Отсюда все и вытекает. Получается, любые нарушения правил дорожного движения приводят к транспортным происшествиям. Поэтому нельзя пренебрегать. Никакие правила. Надо их всех соблюдать. Согласно анализу, у нас, получается, основными причинами является превышение скорости, установленной скорости, выезд на встречную полуху, наезд на пешехода, проезд на запрещенный сигнал светофора. Ну, как бы, это самое грубое. Из всех выявленных, например, скажем, нарушений правил дорожного движения за 9-10 месяцев, например, скажем, если больше 10 миллионов выявлено нарушений правил дорожного движения, из них 50% это за нарушение превышения установленной скорости. Альвина, а доля ДТП этих за несоблюдение правил дорожного движения, превышение скорости, происходит внутри городов или все-таки на трассах? Если, согласно анализу, если сказать по населенным пунктам и за городным трассам, количество дорожно-транспортных происшествий, то есть все виды ДТП, да, мелкие, не мелкие, 83% от всех количеств дорожно-транспортных происшествий приходится в населенные пункты. Но смертность, получается, 60% смертности приходится на загородные трассы. Смертность на дорожно-транспортных происшествиях. Почему? Потому что на загородных трассах в основном не соблюдается скоростной режим. Чтобы предотвратить, нами принимаются меры, вводятся цифровые решения, например, да, на сегодняшний день уже порядка, если я не ошибаюсь, до конца года, когда эти автомобильные дороги говорили, что количество этих автоматических систем фиксации достигнет 100. Вот эти арки, которые на загородных трассах. Помимо этого, нами установлены автоматические системы фиксации в автопатрулях. Кроме этого, мы внедрили скрытое патрулирование. То есть не то чтобы внедрили, мы автоматизировали выявление нарушения путем скрытого патрулирования. То есть раньше, если эти нарушения этим занимались сотрудники сами вручную, на сегодняшний день мы его автоматизировали. И благодаря установкам автоматических систем в неопознавательных транспортных средствах полиции, в общественных транспортах на сегодняшний день порядка 16 камер таких скрытого патрулирования функционируют по Казахстану, в нескольких регионах Казахстана, можно сказать. Совместно с местными исполнителями органами собираемся до конца года увеличить их количество и также установить их в транспортных средствах скорой помощи. То есть здесь надо понимать, это система автоматических систем спиксации нарушений, а оно выявляется автоматически в автоматическом режиме. То есть транспорт скорой помощи, транспорт общественного автобуса, они являются просто носителями этих систем. Ясно. Мы в графике, только что несколько минут назад, я уже проговорил, конечно, процент снижения вообще статистику. Но из первых уст, как говорится, от вас, еще раз, за последние 5 лет, давайте такой период возьмем, вообще, динамика снижения или увеличение ДТП? Наверное, динамика снижения будет видна за последние 10-15 лет. Например, я всегда говорю в интервью. Получается, 10-15 лет назад количество населения, количество транспортных средств было намного меньше. То есть население было порядка 16 миллионов, количество транспортных средств было порядка 2,5 миллиона. А на сегодняшний день, всем известно, количество населения 20 миллионов, а количество транспортных средств где-то примерно 5,5 миллионов. Но, тем не менее, благодаря проводимым работам, организационным профилактическим мероприятиям, количество смертности дорожных транспортных происшествий получилось снизить в два раза. То есть, если 10-15 лет назад мы теряли на дорогах больше 4 тысяч людей, на сегодняшний день это количество достигло 2 тысяч. Это, конечно, немалые цифры, но, тем не менее, совместными усилиями мы идем дальше. То есть, вносится предложение нами, согласно по улучшению инфраструктуры, по цифровым решениям, то есть разные методы, согласно анализу, нами предлагается государство. А если вы в разрезе регионов говорите, тенденция есть ли, что, например, образно говоря, в Алматинской области больше ДТП происходит или в Карагандинской, где может быть хуже дороги? Также, опять-таки, например, скажем, по количеству транспортных средств, соответственно, в мегаполисе, в Астане, в Алмате, в Астане, в Смикенте, как бы больше нарушений, ой, больше ДТП по количеству. А по смертности при ДТП у нас наблюдается в Алматинской области, в Рамбылской области, в Туркестанской, Манисталской и Активах-Тюбецкой областях. Это тоже как бы объясняется, потому что там интенсивность трафика проезда через загородные трассы очень высокая. И, как бы, согласно анализу, большее количество смертностей в дорожно-транспортных происшествиях уходится в эти регионы. Юг и Запад, получается, да, республики в основном. Снижение количества ДТП и вообще культуру для водителей, соблюдение правил дорожного движения. Не считаете ли вы, что нужно еще больше ужесточать в плане штрафов? Или сейчас это и так достаточно? Нет, на сегодняшний день достаточно. Если помните, вчера, например, 3 октября было подписано изменение законодательства. Мы ужесточили превышение установленной скорости на самую высокую... Ну, как бы, если, например, скажем, установленную скорость 40, 60, 110 или 120, или 140, кто превышает его за 60, то есть если где установленная скорость 60, он проезжает 120, 130, мы уже внедрили ответственность в размере 40. А где, например, скажем, установленная скорость 140, а там проезжает водитель, например, 200 или 210, 220, то он оплачивает, соответственно, 40 месячных расчетных показателей. И таким же образом мы внедрили понятие средней скорости. Это будет выявляться только на загородных трассах, прямолинейных участках международных и республиканских дорог. Это тоже, как бы, проезд установленного времени, промежутка от пункта А до пункта Б. То есть если, соответственно, он приедет раньше установленного времени, то значит, что он где-то превысил скорость. Поэтому и будет публикаться уже по действующему законодательству по статье 592 Кодекса Абатинсерсия. Спасибо. Ну, хочется верить, да, конечно, что водители, которые не особо соблюдают правила дорожного движения, должны будут понимать, что главный штраф, который они рискуют заплатить, это, собственно, сама жизнь. Не только их, но и других людей. Да, дополнительно хочется сказать, что на сегодняшний день все водители, да, уже наблюдают, уже замечают. Культура вождения у нас ухудшается, можно сказать. Я хочу сказать, чтобы обязательно соблюдали правила дорожного движения. Это, конечно, добавляло. Мы поэтому и приняли решение ужесточить обучение водителей, да, кто хочет получить водительские удостоверения заново, чтобы обучили. И так же мы предложили, чтобы внедрить как обязательный предмет правил дорожного движения в школах, например, скажем, если помните, раньше нас также в 9, в 10, в 11 классах обучали. Это все равно дает свои плюсы. Как говорится, когда ребенок идет в первый класс, обучается, как сидеть, как вести себя на парке, точно так же нужно научиться прямо основным правилам, как вести себя на танке. Поэтому и нами были внедрены предложенные изменения, поэтому были отменены, отменена самоподготовка и обязательное обучение в автошколе. Спасибо, спасибо. Благодарим вас, что уделили время, рассказали нам эту информацию. С нами была на видеосвязи официальный представитель комитета административной полиции Актуты Боранова.